Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в Республике остается напряженной и находится под вниманием органов государственной власти, органов местного самоуправления Республики. На 14 декабря 2020 года выявлено 202 новых случаев коронавирусной инфекции. В городе Якутске при этом выявлено 90 случаев. Необходимо обратить внимание на осложнившуюся ситуацию в Алданском и Мегино-Кангаласском районе, в которых зарегистрированы случаи, которые связаны с коллективными заражениями в интернате для проживания школьников в Мегино-Кангаласском Луси и в социальном учреждении в поселке Илмах Алданского района. Также необходимо обратить внимание, что высокое количество случаев относительно жителей остается в Мерденском районе, в Нерингринском районе. Всего зарегистрированных случаев у нас зарегистрировано в 27 районах Республики. И, соответственно, органы здравоохранения и Роспотребнадзора работают как над выявлением контактных лиц и их изолированием в пределах семей либо в действующих обсерваторах, так и, соответственно, органы здравоохранения работают над тем, чтобы осуществлять лечение. Сегодня непосредственно мы продолжаем работать в пределах наших всех учреждений медицинских организаций, которые у нас есть, стационары инфекционные, как в медицинских организациях, так и стационары непосредственно в общежитиях Северо-Восточного федерального университета, в общежитии училища Олимпийского резерва. На настоящий момент оперативных планов по закрытию тех или иных непосредственно стационаров у нас нет. Есть определенные действия по уменьшению количества коек, но, тем не менее, вот в этом режиме мы будем продолжать работать. За сутки лабораториями Республики проведено 2106 исследований на новую коронавирусную инфекцию. Вообще, в целом, в Республике обработано за все это время 825 748 тестов. Как вы знаете, с пятницы мы начали работу по вакцинированию медицинских работников. В полном объеме вакцина размаркирована, и на настоящий момент первые медики проходят соответствующую вакцинацию. Через 21 день эти медики пройдут повторные. Вторую часть вакцинирования. Ну и, соответственно, исходя из тех решений, которые будут приняты на уровне Российской Федерации, мы дальше продолжим вакцинирование медицинских работников, затем социальных работников, и далее по тем группам, которые сегодня определяет Министерство здравоохранения России. Спасибо.